Павел Иванович Лазаренко, что это за товарищ? Вы знаете, ну, глыба. Глыба. Такая колхозная. Колхозная, но глыба. Да, конечно, конечно, матерые человечище. Это не значит вообще, что... Это значит, что не городская тонкая штучка. Колхозная глыба, так. Ну вот. Вот, он просто в своей реальности, он не то что на земле стоит, он вкопан в нее. Ну вот. Для того времени он был первопроходимцем, безусловно. До него никто не знал, что все может быть так масштабно и так системно. И за бабки. Нет, так масштабно. А за бабки и системно, извините, коррупция в нашу страну прошла, пришла системная коррупция через службу безопасности Украины. АГ Украина, Борис Берштейн, химические предприятия, яммиакопровод, вот, который не был многие годы учтен среди статей поступлений в бюджет. Только когда Павел Иванович Лазаренко стал премьер-министром и принесли за первый квартал деньги вообще, а их не могут принять, потому что не предусмотрено, нет такой статьи дохода. Он прозрел? Он прозрел. И усовершенствовал этот механизм? Да, в общем, там были и другие экспорта, рентабельные сферы, которые можно было усовершенствовать за счет поставки туда газа через ЕСУ или атомной электроэнергии через компанию Константина Ивановича Григоришина. Потому что у счастья Людского и Ривных два крыла, троянда и виноград, красивый и корыстный, да, совершенно верно. Вот, ну, в общем, с Лазаренко, конечно, не сложились у нас совершенно отношения. Вы же хамили ему вообще открыто. Да. Как они могли сложиться-то? Да. А чего хамили? От неуважения. От неуважения. Понимаете?